Смайл! Смей! Чисто! Завистый! Собрай! Схайл! Мда, я-то думал, запилю видосик и вмиг произведу фурор на аниме-комьюнити. Соберу ламповую аудиторию и буду стричь лаванду со стримов на поездку в Японию. Но, видать, местные боссы не заценили такой порыв. Ладно, я человек не гордый и знаю, что в таких ситуациях нужно делать. Когда не понимаешь, в чём твоя проблема, то спроси у кого-нибудь другого мнения на этот счёт. И нет, твои вымышленные личности в голове не считаются в лад. В общем, спросил у друга совет. Она сказала, что для начала нужно определить, чему посвящён канал. А хрен его знает. Никто мой канал не светил и вообще тему церкви стараюсь обходить стороной. Нет, это не камень в огород верующих людей. Поверьте, я и сам довольно-таки религиозный человек. 2D-изм – это ведь религия, да? Но если на чистоту, то я просто хотел делать смешнявые видосики с милыми картиночками и мемчиками, которые бы смотрелись на одном дыхании. Или обзоры с переозвучками, при этом рассказывая жизненные истории. И да, всё, что вы тут слышите, является подлинной информацией. True story content, так сказать. Скажу по секрету, я люблю смотреть аниме. Да ладно тебе, что, серьёзно? А как же это мы сразу не догадались? Простите, я люблю сарказм и сырки из АТБ. Я, блин, готов убить ради сырка из АТБ. Кхм. Так о чём это я? Ах, да, видосики. Ну, тут всё просто. Нет. Это был обычный день, я сидел на паре по программированию и с лицом без эмоционального енота выполнял задания по лабе. На определённом этапе я понял, что нихрена не понял, поэтому пришлось обратиться к дядьке гуглу за советом. Нашёл документацию по микроконтроллеру, смотрю иллюстрации и тут гугл предлагает перейти на Яндекс, который, в свою очередь, предложил перейти на Майл.ру, который предложил перейти на Одноклассники, которая в аду. Шутка. Одноклассники перекинули меня на мёртвую страничку и тут меня словно молнией пронзило. Весь этот путь такой же бесполезный и бессмысленный, как и моя жизнь. Сначала был садик, потом школа-лицей, затем универ и вот я тут. Продолжаю идти по проторенной обществом дороге, но куда? Сотни тысяч людей делали, делают или будут делать то же, что и я. Просто проходить определённую атаку в жизни, становясь частью системы и умирать никем, человеком без будущего и шаблонным прошлым. Нет, крикнул я, стукнув кулаком по столу, не будет такого. Настала тишина, я ловлю на себе взгляды одногруппников и понимаю, какую херню я сотворил. Препод вопросительно уставился на меня, а я демонстративно собрал вещи и вышел из аудитории. Хотел бы я сказать, но нет, я просто извинился и продолжил работу. Возвращаясь уже домой, я всё думал о том, чем хочу заниматься по жизни и пришёл к тому, что вы видите. Но нельзя просто так взять и начать делать видосики. Для начала нужно собрать информацию, жизненный опыт подойдёт. А если вы такие же как и я, то бишь способны рассказать разве что как пробивать мауса на ББшках или посоветовать новичку Бокуну Пику, то вам лучше спросить у людей со стажем жизни не меньше 30 лет. Благо я знаю тех, кто сможет помочь. У нас на районе живут два крайне харизматичных господина без определённого места жительства. У одного погоняла порча, у другого с глаз. Встретив хоть одного из них на своём пути, готовьтесь к самому ужасному непредсказуемому. А если сразу двое перейдут вам дорогу, то всё, шансы пережить этот день равняться 0,1. Благо я знаю как это контрить. Подходишь на пафосе с лицом излучающим уверенность и целеустремлённость. Далее разыгрываешь карту Бухлишко. Ребята не способны сопротивляться из-за низкого класса доспеха. Карта Бухлишко реверсит их дебафы порчи из глаза, а также открывает возможность источника мудрости. Иными словами, сейчас начнётся самый настоящий урок философии. Пока действует карта, лови эту возможность и записывай всё, что они скажут. Никогда не знаешь, что в жизни может пригодиться, а кто как не местные бомжи, то есть представители высшего сословия, которые отказались от материальных благ на пути к самопознанию, расскажут тебе об успешной жизни. Ставь пустую бутылку, если послушал советы такого интеллигента и теперь не знаешь куда вложить очередной миллион. Отлично, сценарий есть. Перепишите его в заметки на телефон и закиньте в микроволновку на 40 секунд. При успешном выполнении данного пункта вы откроете врата Штайнера и сможете изменить эту временную линию. В противном же случае, получите звездюлей от мамки за испорченный телефон и микроволновку, а также бесплатный билет в детдом. Но если же вам всё-таки удалось сделать машину времени, то поздравляю вас, теперь вы элита и сможете... Так, стоп, стоп, стоп. Подумайте вы, как вообще к этому пришло? Не знаю, с улыбкой отвечу я. Мы просто плыли по течению. Всё, что тебе нужно знать о жизни, так это то, что не так важна конечная цель, как получение удовольствия от процесса её реализации. И пока ты это помнишь, всё у тебя будет хорошо. Спасибо за просмотр, чмок в щечку и ставим точку. Субтитры сделал DimaTorzok